МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь в лицах боль и сила духа, Вся дурь и мудрость человека. Здесь плачешь, глядя на старуху, Здесь полон мужества калека. Здесь, глядя на лицо владыки, Захочешь каяться в грехах. Здесь миллионы пятен, бликов, Как отблеск слез в твоих глазах. Здесь слышишь, как портреты дышат, Здесь тихо, как у алтаря. Портреты видят все и слышат, В молчании с Богом говорят. Нет, здесь ни кистью и ни краской, Нутром рисуется портрет. Здесь честно пишут даже маски, Когда лица под маской нет. Эти строки неподражаемые Валентин Гафт Посвятил народному художнику Советского Союза Александру Шилову, Самому известному портретисту современной России. О Шилове говорят все, И кто разбирается в живописи, и кто нет. Художнику дают советы, что писать и как. А он, всегда с ироничной улыбкой, Фирменной взъерошенной шевелюрой И прямой спиной, Словно большой корабль, Идет по этому бурлящему океану, Имя которому жизнь. Не обращая внимания, Ни на лесные голоса завистников, Словно морских сирен, Завлекающих на верную гибель. Ни на пронзительные крики недругов, Словно чаек, Сопровождающих каждую новую работу художника Дворовой руганью. Он идет заданным курсом в свою гавань, Туда, где всегда есть холст и краски. Шилов знает самого лучшего И неподкупного судью. Время. Лишь только оно способно Расставить все на свои места. Александр Мактьев, Все, что вы пишете, Это история страны. Это наши герои. В общем, да, история в лице. Вы, наверное, уже привыкли за эти годы. Есть шиловцы, которые говорят, Уберите свои руки Нашего любимого художника. И есть другая какая-то часть людей, Которые все время Не дают покоя ваше творчество. Они все время что-то рассказывают, Пишут. Вы реагируете на эти выпады? Многочисленные, Вот в интернете. Я в основном занят творчеством. Оно нужно для того, Чтобы возвышать, Очищать человеческие души, Делать их добрее и так далее, Окружать их красотой. Я всю жизнь, Хотя это, как вам сказать, Тяжелый такой момент. Смотришь на великих художников, Потом мысленно сравниваешь себя с ними, Понимаешь, что тебе многого не хватает, А художник обязан бы видеть недостатки в себе. Иначе, если он не видит недостатки, Он в следующей работе их повторит. А надо их исправлять. И тогда художник начинает подниматься вверх. Как сказал Репин, Если хотите создать что-то хорошее, Смотрите на самое великое. То есть я не навязываю свои взгляды, Но я живу так. Так тяжело жить. Понимаете, при помощи самоедства. Но другого хода нет, Если ты хочешь расти, как художник. Если говорить об этой тайне, Как можно из неживого материала, Ну, краска, да, это же неживой материал. Вот как сделать так, Что потом ты смотришь на картину, И ты видишь живую кожу, Ты видишь настоящее стекло. Потрясающий вопрос вы задали, Который никто не задает, Но вы очень в десяточку попали. Ведь задача художника, Чтобы зритель смотрел не на кухню, На потуги его, А на готовый результат. Художник должен сделать так, Чтобы это была жизнь, Заключенная в раму. Чтобы все жило и дышало. Как рождается художник. Загадка, чудо, мистика. Вечно голодный мальчишка из бедной семьи, Росший после войны, без отца, Становится известным на всю страну художникам. Саша с раннего детства видел, Как тяжело достается хлеб. Мама работала нянечкой в детском саду. Бабушки и сторожами, и разнорабочими, Они хватались за любую самую низкоплачиваемую работу, Лишь бы выжить. Жили в 20-метровой комнате в шестером. Такое разве можно представить? Саша, его брат, сестрой, мама и две бабушки. И кто-то еще посоветовал переехать женщинам в комнату поменьше. Я родился в Лихом переулке, Где была киносудица СДФ. Дом одной стороной стоял в Лихом переулке, Заходил, а другой стороной выходил на Садовое кольцо, Прямо напротив театра Образцова. Но для того, чтобы какие-то деньги взять нам, Понимаете, хоть чуть-чуть за работу, Нас приодеть, Они договорились с Сущевским валом, Там желез был, пятиэтажный дом. На первый этаж. Им должны были доплату дать пять тысяч, Что это с сталинскими деньгами. Деньги были неплохие, Но они... И вот они переехали в жуткие условия, А деньги не получили. Людмила Сергеевна, мама Александра Максовича, Пыталась призвать обидчиков к ответу. Взывала к их совести, Просила, отдайте деньги. Но все тщетно. И трех женщин с тремя детьми обманули. Были скандалы из-за денег. А то, что не хватало всего между собой. Но... Ой, даже говорит. Я помню хорошо, как пили чай, И черный хлеб водой мочили, Солью посыпали, Чтобы на сахар денег не было. Вот к нам, я помню, Унизительную такую сцену запомнил всю жизнь ему. Пришел, Дом управ, Отругать нас за то, Что мы за квартиру вовремя не платим. А когда посмотрел, как мы живем, Он еще вынул мелочь из кармана И положил бабушке. Вот, такой кошмар просто. Шиловы очутились в шестером в 13-метровой комнате. И живя в этих чудовищных условиях, в семье царила любовь. А потому трудности старались не замечать. Мы росли без отца. Но все равно атмосфера в доме была очень добрая и ласковая. У меня такие были мама и бабушка. Бабушка умела на гитаре играть чуть-чуть, чуть-чуть пели. Была кухня на троих жильцов. Я быстро делал уроки. И весь день на улице. Весь день играли в лапту, в чижика, в пристеночку, В расшибалочку там на деньги играли. А потом бабушка приходила с работы, Сажала меня рядом с собой и проверяла. У меня было детское мыло, несколько кусков. Смотрю, он, все это мыло, одни стружки. Я начала его ругать. Ты что баловался? Зачем ты все такое мыло сделал? Что это сделал с ним? А потом посмотрела, на тумбочке стоит, Ну, просто как из мрамора. Птичка живая. И шахматы. Я не подумала, что это из мыла. Так было сделано, что просто как будто это слоновая кость. А он из детского мыла делал. Вот заметила. Заметила, я думаю, да это же талант у него. Ваша мама совершенно простой человек. Никакого отношения ни к искусству, ни к театру, ни к живописи, ни к музыке. Но она очень любила музыку и оперу. Очень. Правда? Да, она простая женщина. Ее же инициатива была, Дима, привезти меня в Третьяковскую галерею. Первый раз на меня брел. У меня 13 лет тогда было. Я как увидел Брелова, Левицкого, Кипренского, Иванова. Я думал, это живые люди или нет. И у меня это подкрепило мое намерение, что мне хотелось. Хотя я тогда чисто просто так, условно, спонтанно рисовал. Просто у меня была тяга изнутри. Я тогда помню, значит, когда я был маленький, считалось так. Если ты можешь вождя нарисовать, известного человека какого-нибудь, чтобы он был похож, ты художник. Особенно Ленина, Сталина, Карла Маркса или Фридриха Эггельса, то ты художник. И вот я, так сказать, увлечен вот этим давлением, что попробую нарисовать кого-нибудь. Карандашом? Да. Так. А все изобразительные искусства, они держатся на умении, на рисунке, умении рисовать карандашом. Это три четверти всего, что изображено на холсте. Это рисунок. Либо ты умеешь рисовать, либо не умеешь. Нельзя приступать писать красками, если я в карандаши не изучил, предположим, чью-то голову. Бессмыслица. Вот я помню, сидел, рисовал. Любил рисовать. Просто это уже от природы было. Это не моя заслуга. Мой брат Сережа на 6 лет моложе меня был. Он в 7 лет записался в застудию Дома пионеров Октябрьского района. И в первый же год сделал композицию «Полет на Луну» акварелью. И на всемирном иске в Австрии в детскую рисунку получил первую премию. Гордость какая. Как в пионерской зорьке. В огоньке у меня даже огонек сохранился. По радио все о нем говорили. Самый маленький медалист. Куда я не приду, в школу, там, по улицу все говорят. Народ разводил руками. Саша, а ты что сидишь, не учишься на художника. Ведь рисуешь не хуже младшего брата. И вот с этого момента он начал ходить. И как-то особенно начал прилежно заниматься. Он, значит, подумал, что, мол, вот маленький первый премию получил. А что же, я-то тоже, наверное, смогу добиться чего-то. В Шилове-старшем проснулась творческая ревность. Он побежал в дом пионеров, нашел там и за студию. Упросил педагога взять его великовозрастного с горящими глазами к себе в ученики. Василий Александрович Воронин, руководитель студии, раскрыл талант мальчишки. Увидел в нем потенциал. И за пять лет превратил в настоящего художника. Я как пришел первый день заниматься, я даже в две смены стал ходить. Я в школе стал плохо учиться. Все. И я пошел, пошел, пошел. Ничего не видел, да, друг друга? Все, для меня больше ничего не существовало. Учитель дома пионеров мне говорит, слушай, у нас будет в доме учителя на Кузнецком мосту выставка, давай твои работы, говорит, там покажем. А я говорю, там же все учителя, а я кто? Давай, я договорюсь, все сделаю. Повесил мои работы. Вот так все постепенно, Дим. Потом, ввиду того, что с деньгами было совсем плохо, я пошел в профессионер, пошел в школу рабочей молодежи. Вот я хорошо запомнил такую вещь. Приходит бабушка с зарплатой, достает список, у кого взаимы взяли деньги. Все раздается и заново занимается. Вот так мы жили в долг. Такой вот круг бесконечный. Это просто очень тяжело было. Но, наверное, где-то внутренне у вас было ощущение, что надо из этого вырваться. Когда вот невозможно. Вы просто чувствуете меня, спасибо вам, в десятку говорите. Мне все время хотелось помочь чем-то облегчить жизнь. И стыдно было садиться за стол, когда видишь одна последняя крохи. И пошел работать в профессии. Не было грузчиком. То на швейную фабрику. Грузчиком работал потом. На мебельную фабрику. Там три с половиной года проработал. На винном заводе. Там была самая тяжелая работа. Три с половиной года. Это много? Это только на мебельной фабрике. А потом еще на винном заводе. Конечно, когда тяжести везде не таскаешь, приходишь домой, тянет спать, и все тело ломит. И хочется есть. Но если ляжешь на кровать отдохнуть, можно заснуть. А ведь для того, чтобы прессовать, надо себя чувствовать физически очень хорошо. Вот я так сижу-сижу за мольбертом, час борюсь со сном. Потом вечерами кто-нибудь ко мне приходил. И я делал, как правило, рисунки вот такие маленькие. И вот когда я стал заниматься рисованием, игрушечком работать, у меня внутри Дима, говорю, без всяких привлечений, жило такое чувство. Может, оно неуверенное было, но чувство это жило. Не может быть, что я на всю жизнь буду грузчиком. Работы грузчика винного завода Шилова однажды увидел академик Александр Иванович Локтионов, лауреат Сталинской премии. А следом за ним еще один академик, тоже народный художник и лауреат государственной и двух сталинских премий Алексей Михайлович Грицай. Потрясенный талантом парня, они не могли понять, что же Шилов делает на винзаводе. Он же изуродует свои руки и не сможет писать. Надо парня срочно готовить в Суриковский институт. А вот Локтионов и Щербаков и Грицай, три академика, привели меня к президенту академика художников Серову. Его работа в Третьяковке висит, но дело не в это, это был большой мастер. Он говорит, да вы изуродите себя. Сколько вы зарабатываете? Я говорю, 70 рублей, ну плюс налог высчитывает. Он говорит, я вам буду платить, но будете иногда мне позировать, а под моим наблюдением будете рисовать. На следующий год поступите в институт. И он ушел из жизни. Но ушел, вот какое благородство, как это можно забыть? Уходя, он Томскому, скульптор Томский известный, памятник Гоголя на Гогольском бульваре, у панорамы стоит его Кутузов и так далее, тоже был большой мастер. Уходя из жизни, он сказал, я тебя прошу, не оставляй Сашу, помоги ему. Ему будет непросто, ты должен ему помочь. Ирония судьбы. Академики за Шилова, а обстоятельства жизни против. Первое поступление оказалось неудачным. Второе опять мимо. И только с третьей попытки Саше Шилову удалось поступить в заветный вуз. И потом Щербаков Борис Валентинович, тоже для меня святой человек, пришел с моими рисунками к Томскому, а он уже стал президентом Академии художеств и общественным ректором Сурьковского института. Говорит, пусть он завтра приедет ко мне. Он удивился, что меня три раза не принимали. Я пришел, он говорит, странность какая-то, что, так сказать, меня не принимают. Рисунки мои держат, так говорит. Кто вас не принимает, говорит, пусть они так нарисуют. Дословно, пишите заявление. А прием я написал, мне надо зачислить в институт. Ну как это можно забыть? Сурьковский институт дал молодому художнику Александру Шилову фундаментальные знания. Здесь окончательно сформировался его почерк, тяга к традициям реализма в искусстве. Пришел успех портретиста. Шилов выбрал самый неблагодарный жанр. Это самый тяжелый жанр. Портрет, да, еще Мольер об этом говорил. Потому что угодить всем невозможно. Да, а Репин говорил еще так, может быть, немножко обыденно, но он сказал так, что хлеб портретиста самый тяжелый. Потому что всегда за спиной найдется человек, который от зависти или еще от каких-то негативных чувств художнику скажет что-то такое неприятное. И это седает в людях. Но я всю жизнь об этом не думаю, иначе я бы ничего вообще в жизни не сделал. Понимаете, если я буду озираться назад. Я должен смотреть только вперед в том плане, чтобы расти как художник. Еще будучи студентом Сурьковского института, Александр Шилов пишет галерею портретов самых известных космонавтов страны. После ухода из жизни академика Локтионова, который начал это большое дело, космонавты именно Шилову доверили продолжить эту работу. Так появились на свет портреты Гагарина, Шаталова, Терешкова и Николаева, Берегового, Елисеева, Рюмина. Три работы Александра Шилова, не члена Союза художников, беспартийного и даже не комсомольца, попадают на Всесоюзную выставку художников в Манеже. А что такое Всесоюзная выставка? Это невероятный ажиотаж. Резонанс в обществе. Шилову присуждают премию Ленинского комсомола. Его показывают по первой программе центрального телевидения. Мероприятия посещают руководители государства. Я взял досрочный диплом, потому что педагог, профессор, который вел на нашу мастерскую, за то, что мои картины попали на Всесоюзную выставку в Манеж, он перестал самоздороваться. – Представляете, ваш педагог сидит и видит по телевизору, что это такое? – А. – Ну, а кто был на этой выставке? Там был Андропов или Брежнев? – Брежнев. – Брежнев был. – Генеральный секретарь, да. – Я знаю, что потом даже пошли какие-то слухи, что там чуть ли не вас Черненко, дочь Черненко с вами. Было какая-то такая... – Как будто я был женат, да. Я со Смоктуновским разговариваю по телефону, а он так намеками мне стал говорить, а к тому моменту скончался Черненко. – Он говорит, как вы все это пережили? Потом намекал, намекал, наконец сказал. Я говорю, я к этому отношению не имею, к его семье прямое. А у нас, говорит, вести аты говорят, что вы на дочке женаты, потому что вы постоянно награды всякие получаете. Еще бы! Молодой, титулованный, властью обласканный, модный. Про Шилова заговорила вся Москва. – Мне приятно, что Александр Максович откликается на жизнь нашу. Сколько прекрасных портретов артистов, сколько прекрасных портретов людей из церкви. Как сейчас прекрасные портреты написаны, с какой болью душевной людей, вернувшихся из Афганистана, людей, истрадавшихся. И как приятно, что есть такой художник, которым, можно сказать, совершенно русский художник. Я горжусь Александром Шиловым. Образовалась целая очередь из звезд, мечтающих получить портрет кисти мастера. Он предполагал, что это такой тяжкий труд. – Не предполагал, потому что были моменты, когда меня приглашали, скажем, художники, говорили один-два дня, ну там, и на этом все закончится. Я не предполагал, что это настолько тяжкий и сложный труд. – За два до три сеанса ничего прилично сделать? Ну, две. – Да, я теперь понимаю, потому что… – Ни физически, ни духовно это невозможно. – Четыре месяца позирует, и это же сил нет. У меня, например, нет сил. Я думаю, что же ты там с тобой творится как художник. – С тобой творится кошмар просто. Я каждый раз, когда пишу портреты, это такие для меня переживания, это жутко. Пишу до той поры, пока вот он начинает мне говорить то, что я хочу, а духотворить его, так сказать, чтобы изнутри это был ты, не только внешне был похож, чтобы изнутри был ты. – Помните свою первую такую мегазвезду? – Ну, я считаю, что вот у нас здесь в галерее есть зал, называется «Зал славы». Там, независимо от профессии, все те люди, кто воевал. Это и артисты знаменитые, например, Матвеев, Бондарчук, Этуш и так далее, Виктор Розов. Есть врачи, есть пулеметчики без ноги на деревянных тележках с подшипниками. Представлены у меня широко очень великие разведчики, величайшие, но рассекричные, конечно, которые тоже мне все позировали. Например, назвать Блейка, Вартанян, герой Советского Союза, за 47 лет нелегалом был, Батяну, который недавно ушел из жизни, в 104 года ушел, вот, контрразведчики, военные контрразведчики и так далее. Меня службы просят, и я их пишу. И для меня это великая честь, потому что я считаю, на этих службах безопасности держится вся страна. Когда я учился еще в Сурковском институте, один мой знакомый мне предложил написать Водопьянова. У него звезда номер 6 была, он челюстицам спасал. Я весь тогда был в таком нерве, дорожал, сомневался в себе, ездил в Купавну, писал его портрет. Вот такой был впервые знаменитый человек передо мной. Страшно было начинать, да? Ну, а я, вы знаете, каждый раз, может, не поверите, Дим, сажусь за работу, думаю, как я буду делать? У меня всегда... А когда напишу работу, еще более странные чувства, я начинаю вспоминать, как я вот это сделал, как я и это сделал, знаете? Предположим, я писал знаменитого академика, вице-президента, в 37 лет был Академии наук СССР, Овчинников, директор института биофизики. Он изобретал во второй половине жизни искусственную кровь, в которую государство нуждается. И вот он не сидит, позирует. А он был смертельно уже болен, а я не знал, потому что как раз у него заболевание крови было. Вот, и он сидит у меня, позирует. Я вот так, знаете, отвлекаюсь, вопрос какой-то задаю, а потом быстро поворачиваю, смотрю, моя рука ходит по холсту. И я ему задал этот вопрос. Я говорю, слушайте, а кто моей рукой выходит? Меня какой-то ужас охватывает. Вот мы с вами разговариваем, и я отвлекаюсь, потом смотрю, а рука ходит. И она не просто скользит по холсту, она исполняет функции очень сложные. Он говорит, запомни, что я тебе скажу. Ни один самый великий ученый мира, если он, условия, честный и порядочный человек, на твой вопрос не ответит. Это загадка. Северный морской путь. Один из ключевых проектов нашей страны. По нему атомоходы выводят транспортные суда через тяжелые льды на чистую воду. Мы сейчас на самой высокой точке самого современного атомного ледокола Сибирь. Ни одна вахта на другую здесь не посошит. Поэтому не надоедает работу. Постоянно в режиме реального времени надо поддерживать скоростной режим путем манипуляции. Ледокол, прежде чем будет работать на полную свою мощность, должен научиться ходить. Документальный фильм «Бегущая по льдам». Часть первая. Из цикла «Северный морской путь». Клуб главных редакторов – это обсуждение важнейших событий в стране и в мире. И самые информированные собеседники. Каждое воскресенье подводим итоги. Спросим у тех, кто знает. Присоединяйтесь к дискуссии на ОТР. Если набрать в любом поисковике информацию о фильме «Золотая лихорадка», первое, что бросается в глаза – режиссер. Чаплин. Продюсер. Чаплин. Автор сценария. Чаплин. Главная роль. Чаплин. Композитор. Угадайте, кто? Тоже Чаплин. Кино на все времена. Сегодня в 12.00 на ОТР. У каждой великой личности есть своя светлая и темная стороны. Когда появились стражники, Нерон еще был жив. Один из претерианцев плащом прикрыл ему рану на шею. Но Нерон успел только прохрепеть поздно. Программа «Свет и тени. Нерон». Сегодня на Общественном телевидении России. Сериал «По будням» на ОТР. У нас очень интересный случай. Хотим привлечь вас к расследованию. Труп молодой женщины был обнаружен на детской площадке. У вас уже есть подозреваемое? Тело было найдено только сегодня утром. То есть у вас есть только один труп? А вам нужно больше? Мне нет. Поймите, это ритуал. Наверняка где-то есть такие же случаи. Хочу расставить все точки над «и». Наше с вами сотрудничество вынужденное. Вы не видите дальше своего носа. Убийца из 79-го и сегодняшний – это два абсолютно разных человека. Мы имеем дело с подражателем. Хватит строить из себя детектива. Делайте свою работу. Мне от вас нужен только профиль убийцы. Я причина, а не решение проблем. Я не помогаю, я все больше запутываю. Многосерийный художественный фильм «Научи меня жить». С понедельника по четверг на Общественном телевидении России. «Научи меня жить». Вас Бог наградил таким количеством встреч в вашей жизни, которая потом отразилась в работе, в портретах. Есть какие-то важнейшие люди, которые потом, после того, как вы даже уже напишете этот человек, остались друзьями? После того, как написал, предположим, Явра Таняна, к примеру, герой Советского Союза, 47 лет был нелегал. Спас Тегеранскую конференцию. Он со своими товарищами ему поручил наше правительство. Когда тройка встречалась, Черчилль, Сталина, Рузвельт, Гитлер выделил отряд, чтобы его уничтожить. А ему поручили выяснить этот отряд, чтобы его уничтожить. И он справился. Хотя ему было всего 20 с лишним лет. Не смей никогда обо мне беспокоиться. Ты видишь, я ухожу и прихожу, как любой фронтарик. Который никогда не пишет писем, не оставляет номер полевой почты и иногда даже не прощается, когда уничтожает. Теми, кто защищает родину, Шилов восхищался с ранних лет. Фильм «Подвиг разведчика» с Павлом Кадочником в роли майора Федотова, работавшего под именем Генрих Экерт. Юный Саша Шилов смотрел столько раз, что помнил каждую деталь, каждый эпизод этой легендарной картины. Разве мог тогда Саша представить, что пройдут годы, и он будет знаком с настоящим разведчиком, Геворком Андреевичем Вартаняном, ставшим прообразом другой не менее талантливой картины «Тегеран-43». Случайно встретил на одном приеме директора СВР Лебедев Сергей Николаевич, генерал армии. Как раз в день, когда ему присудили это звать генерал армии. И я говорю, Сергей Николаевич, наше поколение воспитано в фильме «Подвиг разведчика». У меня это так отложилось давно в моем сознании, мне так хочется кого-нибудь написать. Если это возможно, кто-то рассекретит. Он говорит, ваше предложение неожиданно. Но мы подумаем. Он ничего не сказал. Потом через неделю созвонились, он говорит, приезжайте. Я приехал в Ставку, это СВР, где находится это здание, где учатся на разведчиков. Встретились в музее. А вообще, Сергей Николаевич, когда я с ним познакомился, ближе. Это величайший патриот нашей страны, просто великий. Вы же потом подружились с ним близко. Да, мы с ним до сих пор дружим. Просто по-человечески он мне очень близок. Ну и вот, он меня познакомил с Вартаняном. Мы с Вартаняном тоже подружились. Он сделал здесь патриотический вечер. С женой Мисси они учатли. Собрали будущих защитников Отечества. Был потрясающий вечер. Потом я написал генерал-лейтенанта по просьбу. Безверхний тоже величайший патриот. Руководил военной контрразведкой, генерал-полковник. Он мне тоже попросил, несколько портретов написал. Контрразведчиков, смершивцев, которые воевали. Это настоящие и великие люди. И я тоже с этими героями постоянно мы созваниваемся. Например, Прончев, бывший директор пограничной службы. Генерал-армия, герой России. Потрясающий патриот. Просто я вот смотрю на них, как хорошо, что есть такие люди. Он мне тоже просил и написал тоже нескольких людей. Пограничников, которые воевали. И так далее. И естественно, с ними дружу. Потому что они мне близки. И потом, благодаря им, я стал по-другому смотреть на жизнь. Меня никто не убедит, что на службах безопасности во всех родах держится государство. Герои Шилова – это соль земли. Преданные Отечеству, своему родному дому – сильные и мужественные люди. Их судьбы, переплетенные судьбой страны, запечатлены художником на холсте. Цифры посещения галереи впечатляющие. С момента ее открытия в 97-м году более 12 миллионов человек. Это люди известные и самые простые. Изучающие по картинам мастера историю страны. Народный художник Шилов всегда с народом. Я приехал в госпиталь Вишневского. Это главный госпиталь Министерства обороны, находится в Красногорске. И там солдаты наши находятся на излечении. Кто без руки, кто без ноги, кто с тяжелыми ранениями. Там условия, конечно, просто изумительные. И большая территория, и врачи, которые сами по несколько месяцев находятся на фронте, оперируют в полевых условиях. Великие, конечно, люди. Я попросил начальника госпиталя, чтобы мне дали возможность пройти по палатам. Там местный такой фотограф, Алексей, завел меня в один кабинет, познакомиться с начальником медслужбы. И вот мы заходим к начальнику медчасти, и стоит сержант без руки. Я сразу этому Алексею, фотографу говорю, вот его мне срочно нужно завтра. Вы поймите, мне же нужен не только героический человек по своей биографии, по своим подвигам на войне, а мне еще нужно, чтобы мне было интересно писать, как художнику, выразительный типаж, с моей точки зрения. Чтобы в нем отражалось все это. И мне пошли навстречу, низким поклоном, благодарность за это. И я увидел там вот этого Андрея. Ему 41 год, 5 человек детей, из Магнитогорска. Я его спросил, где руку потерял. Он говорит, ну мы пошли, должны были спасать командира. Командира, ну говорит, в общем, эта операция, конечно, 99% гибель. Ему тяжелейшее ранение в руку. Рука повисла на коже, левая рука. Чтобы она совсем не отвалилась, он схватил правую руку и бежал. Да? Ему по пути в шею в миллиметр прошло от сонной артерии, значит, он сразу бы погиб. Ему тут же пробили легкое. Как он жив остался, не знаю. Он полная энергия, сил, говорит, даже если, говорит, я сейчас, вот ему сейчас протез делают, понадобится, да я, говорит, повойду на фронт. Если я там, прихожусь без руки. А он когда вот позировал, сидел скромный, наверное, он не понимал, почему он герой, да? Почему и пишут. Нет, они, конечно, все очень скромные, вы правильно говорите. У него орден мужества, там разные медали и так далее. Он мне много рассказывал о своем командире. У нас командир, говорит, просто его обожают все. Ну, вы хотя бы познакомьтесь с Дмитрием, моим начальником. Он сейчас приехал и лег в этот же госпиталь Вишневского. Я поехал туда, договорились о встрече. Вот он вышел, я посмотрел в его глаза, и романтика, и грусть. И опять лицо такое молодое, ему 29 лет. Вот не скажешь, что он такие. Ну, ладно, во-первых, написал Андрей, это уже сложившийся мужчина, все. А эти юные совсем. И вот он рассказал, однажды мы попали в засаду из БТРа, из крупнокалиберного пулемета, старочат, а поле голое. Мы не можем спрятаться, некуда, нас перебьют всех. Говорит, укрыться негде, кустика нет. А копаться невозможно. А он просто поливает. Я, говорит, чудом как-то подполз к миномету, вставил вот этот туда снаряд. Он говорит, все было как во сне. Но это была верная смерть, вы сейчас поймете. Я, говорит, быстро все просчитал так для себя. Быстро поднялся, выстрелил и перерезал его пополам. И загорелся БТР, и там трое или четверо человека украинские из Карелии. И тогда ребята подняли голос, закричали, горят те враги. Поднялись в атаку. Ну, вы представляете, он встал на верную смерть. Этот молодой мальчик, 24 года. Ну, как таким не восхищаться? Вот, потом я написал 24-летнего, Юра его зовут. Путин с Шойгу приезжали награждать его специально в госпиталь. Ему повесили 24 года звезду-герою России. И у него сильное ранение в ногу, и стоит вот такой прибор Элизарова. Вытягивает ему ногу. И он такой скромный, я на него так посмотрел, на постели сидел. Даже трудно поверить, что он герой. А он действительно герой. Со звездой. Дело не только в звезде, а звезда просто так не дается. Он мне рассказывал, что, когда его несли на носилках с поля боя, Путин и Герасимов ему позвонили. Его несут, а он по телефону с ними разговаривает. И Путин тут же ему сказал, что я подписал указ о герое, при своем звании Герое России. И вот я написал эти три портрета за полтора месяца примерно. Признаюсь, я так давно в захлеб не работал с таким рвением, с таким внутри нетерпением и мандражом в какой-то степени. На таких людях, живых иконах, надо воспитывать подрастающее поколение. Я знаю, что галерея Шилова – это еще и площадка, где собираются музыканты, устраиваются сколько лет. Это же, я помню, Елена Васильевна Образцова пела, я помню, здесь Казаков выступал, читал. Казаков, Образцова, Юрий Башмет, Светлана Безродная. И помимо этого мы еще проводим такие, знаете, патриотические вечера для слушателей военных академий. К нам приезжают в субботу и воскресенье каждую, и наши экскурсоводы ведут в зал славы, рассказывают биографии каждого героя и так далее. Мы это тоже делаем постоянно. И дети, я знаю, что очень много бывает детских экскурсий. Больные дети, понимаете, приезжают на колясках, это очень трогательно. И тоже наши экскурсоводы и директор Юлия Геннадьевна проводят здесь такие вечера, очень-очень трогательные. А на сегодняшний день, я хочу сказать, я подарил, передал безвозмездно государству 1853 работы живописи и графики. А сегодня я только закончил. Я написал, вы наверняка знаете, Стеблов такой артист есть. Только сегодня закончил, и он впервые себя увидел. И написал портрет его еще сына, который тоже артистическое образование, но он сейчас монахом в Соловках ушел. Ну, это личный выбор. Поработал в театре, ушел в монастырь. У вас есть большая серия работ, посвящена священнослужителям. Да. Я жил и в женском монастыре, и в мужском монастыре, и здесь писал, раз самых разных священнослужителей. От митрополита до рядовой послушницы. И в пюктицком монастыре женском, там двух монахий написал. И в мужском монастыре жил, в одном, во втором. Но кого бы я ни писал, Дима, я думаю, вы меня как творческий человек правильнее поймете. Задача моя, неважно в какой надежде, монашеской, или это военной формы, или это хирург. Моя задача через абсолютное внешнее сходство выразить внутренний мир, характер этого человека, который пишу. Давно хотел с меня снять. Давай, бабушка, я тебе, давай. Ну, сядь вот, посиди хоть немножко, Сашок. Посмотри, на кого я похожа. Чего мне рисовать-то, что мне? А он мне сказал, ты вспомни свою жизнь. И тебе тоже трудно досталось. Говорю, да, конечно, трудно. Ещё бы у вас много было. А мне приходилось. Тоже трудно. И холодать, и холодать. А всё-таки вот такой внук у меня получился. Среди множества портретов, собранных в галерее художника, есть работы особые. На них изображены самые близкие Александру Максовичу люди. В этих портретах он сам. Его личная история жизни. Мальчишки, навсегда запомнившего натруженные руки бабушки. И тёплые глаза мамы, сияющие от счастья, когда он на первые заработанные деньги купил ей пальто. Нежная улыбка дочери, ставшей его ангелом-хранителем. Мишка нравится? Мишка? Лохматый. Лохматый? Хороший Мишка. Мне вообще всё удалось. А сейчас теперь смотрю, не верю, что у меня терпение хватило. Уже теперь не верю. Это признание в любви тем, кто с ним навсегда, кто продолжает жить в его сердце. Вот вы написали портрет матери, потерявшей троих детей. Да. Где вы её нашли? В Ярославле. В горе жуткое. Всех детей мужа похоронила. Её каждый день начиналось, что она собиралась утром на кладбище. Обожаю писать то старшее поколение, которое, можно сказать, почти уже ушло единица. Остались я ездил по деревням, писал одиноких старушек и стариков, которые бросили родные, которым они отдали всю жизнь. Вот они сидят в окошко смотрят. У меня здесь таких работ много. И думают, может, кто-то навестит это, а не забытые. Выразить их такую суть, внутреннее страдание, одиночество – это мой долг. Но я обожаю писать то поколение, потому что оно особое. Это были бессеребрники и великие труженики. И добрейшие сердца. Время, оно летит незаметно. Но если я не сижу на стуле и не смотрю просто в окно, каждый день я не могу без работы. Я каждый день работаю. Если я день не поработаю, это, считай, день пропала жизни. И я себя чувствую по отношению к самому себе мерзко. Если я что-то не сделаю, если я не чувствую, что я от работы к работе расту как художник. У меня на душе просто кошмар. Это только один я знаю. Как сказал Бальзак, художник – это тот, кто идет по большой дороге с большим зеркалом, в котором отражаются все жизненные проявления, все слои общества. Ведь художник пишет не рукой. Сердце и голова. Нерв должен быть. Иначе этот нерв будет отсутствовать и в работе. И тогда зритель у твоей картины не остановится. Ты не заденешь его сердце. А ты обязан достучаться до сердца зрителя. В этом главная задача художника. Оставайтесь самоедом. Грызите себя. А пусть люди, которые вас любят, обожают, всегда были рядом с вами. Без чувства нужности людям, я не представляю, как работать. Пусть еще долгие годы вы будете нужны людям. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо тебе. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»